Здравствуйте! Меня зовут Сэм Кислин. Я американский бизнесмен. Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате, без всяких оснований, мне запретили въезд в страну. Ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине. Коррупции, которая пронизала всю верхушку власти, начиная от генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающие высокие посты. В 2016 году Петр Порошенко лично разработал и внедрил новую форму Роттердом Плюс. Это чистое мошенничество. С экранов телевизоров украинская власть вещает, что покончено с углем из России блокадного Донбасса. Показывает видео с закупкой американского угля. А на самом деле они врут. Это тоже была схема коррупционная Петра Порошенко, куда он втянул даже Доналда Трампа, нашего американского президента. Американский президент, возможно, даже и не догадывается, что его страну грубо использовали в криминальной истории. Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце на ваших финансиях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на покрытие дефицита бюджета. Мои проблемы начались, когда я предложил изменить схему поставок угля в Украину, при которой цена угля не превышала бы 50 долларов за одну тонну. Во сколько уголь обходится простому украинцу, если я предложил поставки по 50 долларов за тонну, а сейчас с каждой тонны Порошенко и его банда зарабатывают по 100 долларов с каждой тонны. Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца, вывел себе в карман через офшоры около 8 миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина – это только бизнес-проект, цена которого – гибель страны. Но паразит и не обладает разумом. Это простейшие и безжалостные формы существования. Они готовы принести в жертву страну ради личной выгоды. Я даже представить не мог, как глубоко, высоко укоренилось коррупции. Я встречался с Борисом Ложкиным, Александром Грановским, Алексеем Филатовым. Но в схему обворовывания населения страны, как выяснилось, включены генпрокурор, руководитель СБУ, глава НАБУ, руководство СНБО и министры правительства. Я уверен, что такие злодеяния не сойдут с рук президенту Порошенко и его окружению. Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это серьезные обвинения. Очень скоро народ Украины скажет свое слово. Вместо Порошенко в тюрьме, в одиночной камере со всеми удобствами. И Украина освободится от паразитов, которые многие годы пьют ее кровь. Пора прекратить геноцид украинского народа.